Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне греша Мы озвучиваем, чтобы легче было Считать вопрос и ответы с нашего сайта Вопрос 3791, 26 том, открытым оком Вопрос, почему говорят, что Барт Высоцкий Был одержимый бесами, а как же тогда Его поэтический дар? Отвечаю, сохранились на видео Его выступления Вы хотя бы раз посмотрите на его лицо Когда он хрипит, воет Это жрецо тяжело больного в духовном плане человека Мертвеца А что касается его стихов, то Божий талант Можно зарыть, не развить, а можно развить И в злом направлении, не во славу Божию И за это придется отвечать на суде Божьем Среди даже очень хороших его стихов Есть вот такие перлы, в кавычках Тема воровства, пьянки, блуда Разливанной рекой в его стихах Семь дней усталый старый бог В запале, в зашоре, в запаре Творил убогий наш лубок И каждая тварь и попаре Ему творить потеха И вот себе взамен Бог создал человека, как пробный манекен Всю Россию до границы царь наш кровью затопил А жену свою царицу Колька Гришке уступил Сгорели песни и стихи Дребедень Если б водка была на одного Как чудесно бы было Но всегда покурить на двоих Но всегда распивать на троих Если б я был физически слабым Я б морально устойчивым был Ни за что не ходил бы по бабам Алкоголю пни грамма не пил Мне снятся крысы, хоботы и черти Гоню их прочь стена и броня Но вместо них я вижу виночерпья Он шепчет Выход есть к исходу дня Вина И прекратится толкотня Видения схлынут Сердце и предсердие Отпустят и расплавится броня Мы пили все Включая палитуру И лак, и клей Стараясь не сболтнуть Мы спиртом обманули пулю дуру Так что ли Умных нам не обмануть Я в бега Но сатану не обманешь Ну и ну Мало того Володя наркоманом Володя 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 Наркоману пришла сатанинская мысль Написать в 1927 году Свою гаврелиаду И сказать Пушкину можно А почему мне нельзя Хотя позже он стал якобы Объяснять Что не имел ввиду Конкретное Деву Марию И Иосифа А просто семейные отношения людей Но едва написал Как тут же слег в больницу После тяжелого И продолжительного запоя Как вещают из телевизора И если действительно Пушкин Написал свою мерзость Насмехаясь над лонопресной девы То и получил пулю в живот А этот загонял в свою трубу Все, что только могло повредить Его разуму От Матфея Ибо от слов своих Оправдаешься И от слов своих Отсудишься Ефесянам Никакое гнилое слово Да не исходит Из уст ваших А только доброе Для назидания И вере Дабы оно доставляло Благодать слушающим Притчи Надменный злодей Восстанавливали кровь Притчи природе Благословить он не хотел 1820 год Пушкин Александр Сергеевич Вот это сейчас я Которое Отнял оттуда И сейчас здесь Прямо прочитаем Это второй вопрос Опрос 3273 Почему же мусульмане Так плохо знают Коран Даже может хуже Чем наши бабушки Разве в прошлые годы Не печатали для них Эту книгу Отвечаю Нужно радоваться Что они плохо знают Коран Иначе бы они На каждом шагу Нас убивали К чему призывает Их ясное повеление Их основателя Мухаммеда Магомеда Печатали Коран Но весьма мало Это хорошо для всех Сначала до конца Коран Точное воспроизведение Мухаммадом Того что он считал Откровением Аллаха ему Мухаммад родился В 570 году Отец его Абдаллах Умер Когда ребенок Только родился По другим версиям За несколько месяцев До рождения Мать его Амина Умерла Когда мальчику Было 6-7 лет Воспитывал его Дед Абд-Ал-Муталиб Через два года Умирает и дед И Мухаммада Берет на воспитание Абу-Талиб Его дядя Старший брат Абдаллаха Мальчик Паскос И выполнял Домашние дела Иногда Абу-Талиб Брал его с собой Караваном С караваном на ярмарку В города Палестины В 24 года Мухаммад женился На богатой вдове Хадидже У них родилось Шестеро детей Двое сыновей И четверо дочерей Оба сына Мухаммада Умерли еще детьми В 40-летнем возрасте Когда трех дочерей Он уже выдал замуж Он начал Свои религиозные проповеди Объявил Плицким Что ему является Архангел И внушает Откровения От Аллаха Первой ему Последовала Жена Хадиджа Когда умер Его опекун Абу-Талиб А через несколько месяцев Его жена Хадиджа Это случилось В июне 619 года Мухаммада Лишили Покровительство Рода В условиях Племенной И родовой Поруки Это было Равноценно Объявлению Его вне закона Мухаммад Скончался В Медине В начале Июня 632 года Не накопив Богатства И не приняв Никакого титула Властелина Верующие Звали его Посланником Аллаха 22 года Он произносил Суры А слушатели По традиции Того времени Когда почти Не было Грамотных Людей Запоминали Его проповеди Наизусть Коран 4.3 О многоженстве Мусульманину Разрешается Иметь Одновременно До четырех Жен Введение Этого Закона Имело Конкретно Историческую Причину После двух Крупных Сражений Бадр Иухуд И Нескольких Мелких Стычек За три года Жизни Мусульман В Медине Погибло Более Став Воинов Их Вдовы С детьми Сиротами Испытывали Определенные Затруднения Что Сказывалось На настроении Членов Общины В связи С этим Дается Разрешение Жениться На вдовах А также Их Взрослых Дочерях Увеличивает Число Жен До четырех Этим Сохранялся Боевой дух Верующих И одновременно Обеспечивалась Забота Вдовах И сиротах Погибших Чтобы Поощрить Мусульман На такой Шаг Сам Мухаммад Женился На вдове Своего Близкого Друга Абу Салама Умершего Тран Взял На свое Попечение Двух Малолетних Его Сыновей Откуда Взято Это Звезда Востока Номер Третий Третий Страница 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 Зайнап Женец Своего Сына Зайда Ибн Алхарсы Что имело Место Некоторое Время После Прочтения Этого Аята 435 Кабаир Кавычка Самые Тяжкие Грехи Вероотступничество Отвержение Ислама Переход В другую Религию Могохульство Поношение Пророка И ереси Другое За такие Грехи На том Свете Мусульмана Ждет Ад На этом Он Приговаривается К смертной Казни И лишается Права Быть Похороненным По мусульманскому Обычью Коран 447 50 Иудейские Проповедники Обвиняли Мухаммада В незнании Писания А он В свою очередь Обвинял Их В искажении Писания 454 51 Тагути Самое Суровое Обвинение В адрес Мусульманина Отчащего От ислама И значит Ставшего Отступником Спутником Шайтана 4 глава Здесь Осуждает Представление Христиан О Божественной Троице И утверждается Единство Бога Категорически Отвергается Утверждение Что Иисус Есть Сын Бога Звезда Востока Номер 191 90 Год 90 Они у меня Целые Эти журналы Старение 159 И 221 Но 28 В Коране Под заблудшими Подразумеваются Христиане И Иудеи В Мекканском И в начале Мединского Периода В Коране Существуют Еще различные Отношения К этим верованиям Лишь Последующие годы В Медине Намечается Одинаковое Отношение Ко всем Не принявшим Ислам Их стали Относить К Кафирам Неверным Это свидетельствует Об эволюции Отношений Мухаммада К людям Писания Под которыми Подразумевались Иудеи И христиане Небольшие Пояснения Слов Коране Хиджра Непреодолимое Забур Псалтирь Таура Тора Ильджил Евангелие Хаво Ева Харут И Марут Падшие Ангелы Кибла Лицо Обращенное На молитве Дом Ибрахима Храм Каба В Мекке Ислам Предавшийся Муслим Мусульмане У русских И украинцев Басурмане Запретная Мечеть Храм Каба Майсир Азартная Игра Талак Развод Пророк После Мусы Самуил Талут Саул Харун Аарон Табут Ковчег Сакина Спокойствие Эманация Божества Джалут Голиаф Тагут Идолопоклончество Какие же мы Счастливы Что привились К истинной Виноградной Лозе Что и нам Заповедано Хранить Этот закон И не искать Лучшего Человеками Измышленного Третья Царство И если ты будешь Ходить перед лицом Моим Как ходил Отец твой Давид В чистоте Сердце И правоте Исполняя все Что я заповедал тебе Если будешь Хранить уставы Мои И законы Мои Иеремия Они вошли И завладели Ею Но не стали Слушать Глаза твоего И поступать По закону твоему Не стали делать Того Что ты заповедал Им делать И зато ты навел На них все это Бедствие Даниила И не слушали Глаза Господа Бога нашего Чтобы поступать По законам его Которые он дал Нам через рабов Своих пророков Там титу еще Иеремия Не дал ли вам Моисей закона И никто из вас Не поступает По закону За что ищете Убить меня Титу Глупых же Состязаний Родословий И споровый Расприй О законе Удаляйся Ибо они Бесполезны И суетны Да Ну и все На этом Сколько там Все 12 минут 12 минут Нормально Продолжение следует